Грит Динамикс Грит Динамикс Виктория Левшиц в начале 90-х ни о каком бизнесе не думала. Чемпионка Литвы по шахматам и студентка Харьковского мехмата уехала в Соединенные Штаты Америки вместе с мужем и маленьким ребенком, предполагая, что там больше возможностей для роста. Ну вот так вот чутко сформулировать цели, когда тебе 20 лет, жизнь начинается, страна, в которой ты вырос под влиянием всяких факторов, десинтегрировалась. Будущее выглядело интересным, будущее выглядело оптимистичным, а Запад оказался доступным. Первые месяцы в США оказались тяжелыми. Виктория с мужем разносили пиццу и работали в химчистке. Едва освоив язык, семья Левшиц все-таки занялась предпринимательством. Открыла в Кливленде шахматную академию. Доходы не были большими, но все же позволили супругам не только жить, но и оплачивать высшее образование. В 98-м году на рынке компьютерной техники появилось множество игроков. Конкуренция повысилась, доходы упали, и Александр Шишов решил переключиться на другие проекты, правда оставаясь в сфере высоких технологий. Заработанные на продаже компьютеров деньги он и его партнеры вложили сразу в несколько проектов, в том числе в телекоммуникационные отрасли и оптоэлектроники. Я встретил команды, которые разбирались в этих областях, выступил в роли бизнес-ангелов, модное нынче слово, тогда оно не было известно. Антрепренера, человека, который не просто дает деньги на бизнес, но участвует в его первичной раскрутке. И хотя такие термины в то время распространения не имели, Александр Шишов стал не только бизнес-ангелом, но и серийным предпринимателем. Серийный предприниматель, руководитель, проведший несколько компаний через цикл развития бизнеса, от основания до продажи. Такие предприниматели особенно ценятся инвесторами. Два из четырех начатых проектов не раскрутились. Телекоммуникационный проект оказался более успешным, получил несколько раундов инвестиций и в итоге был продан. Но больше всего усилий и внимания потребовал проект по разработке интегральных светодиодов. Инновация заключалась в том, что на одной плате монтировался не один, а десяток осветительных элементов с применением уникальных оптических решений. Конструкция получалась более сложной, но одновременно надежной и дешевой. А мощность освещения от такого источника в четыре раза превосходила аналоги. Мы встретили команду специалистов, которые наработали свой опыт еще в советское время. Получился симбиоз, так сказать, между специалистами, которые хорошо понимают, как делать бизнес в современных условиях, и людьми, которые хорошо разбираются в какой-то предметной области. А в это время Виктория Лившиц начинает свою работу в компании Ford. Карьера складывалась удачно, и через несколько лет Виктории предложили сменить инженерную позицию на менеджерскую. Но она хотела заниматься технологическими разработками, а не управлением. Виктория Лившиц перешла в Sun Microsystems, где познакомилась с концепцией распределенных вычислений. Они, как оказалось, теснейшим образом связаны с принципом сервис как услуга. Эта идея начала разбиваться в конце 90-х годов и получила название «облачные вычисления». Клиент может использовать ресурсы компьютерных сетей и для хранения данных, и для дорогостоящих расчетов. Компания такая есть «Западная Амазон», она продает один компьютерный час за 10 центов. Доступ к тысяче компьютеров – проблема обычно нерешаемая в принципе еще недавно без обночных вычислений. Тысячу компьютеров на час вам стоит 100 баксов. И вот это базовое экономическое уравнение переворачивает многие индустрии просто с ног на голову. Главным преимуществом облачных вычислений является то, что программное обеспечение можно не покупать, а брать в аренду. Использовать только тогда, когда необходимо. Компания Sun Microsystems и ее ведущий инженер Виктория Лившиц искали способы, как оптимально наладить работу такого облака. Оптоэлектронный проект предпринимателя Шишова активно развивался. Компания, основанная в Швейцарии, привлекла инвестиции европейских венчурных фондов, вышла на стадию производства и даже договорилась о поставках своей продукции мировому лидеру отрасли – Siemens. Но тут случилось непредвиденное. Дочерняя компания Siemens в Китае задержала выпуск своей продукции на год, и продажи светодиодов сдвинулись по времени. Из-за такой задержки компания Александра Шишова оказалась банкротом. Ошибочно была выбрана бизнес-модель с идеей такой, что если мы создадим проект, продукт, который интересен какому-то конкретному крупному клиенту, то очевидно, что он будет, так нам казалось это очевидно, он будет интересен всем остальным игрокам на рынке. Такая модель имеет много рисков. Стоит ему поменять свои планы, либо поменять свое видение бизнеса, то все наши усилия становятся бесполезными. В 2006 году компания Александра Шишова была признана несостоятельной. Этот же год стал вехой и в карьере Виктории Лившиц, проработавшей в компании Sun Microsystems уже 10 лет. В какой-то момент ты начинаешь видеть более интересный круг задач или более интересный, скажем так, набор решений, чем тот, который предусматривается твоим менеджментом. Стала чувствовать беспокойно и дискомфортно, что не удавалось реализовать те проекты идеи, которые, как мне казалось, висели в воздухе. Главным мотиватором не было создания прибыли, зарабатывания много денег. Скорее, это было желание делать правильные вещи. Виктория Лившиц, главный разработчик Sun Microsystems и мать троих детей, решила создать собственную ферму. Однако денег инженеру с именем, но без опыта ведения бизнеса, инвесторы давать не хотели. На стадиях хорошего технолога, с горящими глазами, интересной идеи и салфетки, деньги не вкладываются. Это один из таких мифов, в котором пришлось разобраться очень быстро и, так сказать, на себе. Поскольку я был человек без команды, без опыта, без предыдущих success stories, и идея у меня была тоже такая, она мне казалась очевидной, но, как оказалось, совершенно не очевидной всем остальным, то получить финансирование было реально нереально. Всего на 15 тысяч долларов Виктория и ее партнер все же открыли частную ферму, получившую название Grid Dynamics. Правда, амбиции на первое время пришлось придержать. Компания Виктории Лившиц сначала не создавала продукт, а предлагала экспертные консультации. Виктория Лившиц – она такой очень показательный пример того предпринимателя, с которым бы мы хотели работать. Во-первых, Виктория имеет очень глобальный, скажу английское слово, vision, то есть глобальное видение того, как будет развиваться компьютерная технология во всем мире. Она является признанным технологическим экспертом. Кроме всего прочего, Виктория обладает очень серьезной энергетикой, которая способна организовать и сплотить команду единомышленников, которая будет работать, ну, в буквальном смысле слова, 24 часа в сутки. Такие черты, которые любого инвестора подкупают, да, это открытость, прозрачность, честность, гибкость, системный подход, под ясное видение цели и вариаций этих целей. Александр и Виктория – люди, конечно, совершенно разные, но то, что они совершенно удивительные и заряженные на успех люди, это то, что их объединяет. В 2008 году Александр Шишов вновь занялся светодиодами, поскольку был уверен в технологической основе проекта. Он выкупил патенты у разорившейся компании и с учетом прошлого бизнес-опыта открыл новое предприятие – Light Engines. Сегодня это перспективная международная компания, конкурирующая с Philips и Siemens. Этот кластер предназначен для создания светильников для уличного освещения. Вот 8 таких кластеров позволяют заменить натриевую 205-ваттную лампу, которая освещает улицы наших городов. Компоненты светодиодных плат поставляют США, Китай и Тайвань. Сборка происходит в Таиланде, а основной рынок сбыта – Европа и Штаты. Первые заказы появились и в России. Осенью в нескольких городах начался монтаж светодиодного уличного освещения. Одна из первых точек – центральная улица города Сосновый Бор в Ленинградской области. На очереди – освещение офисных и промышленных помещений. Александр, как и любой предприниматель, с кем мы хотим работать, он болеет за свое дело. Мы знаем, что это во многом дело его жизни. Он работал в международных компаниях, некоторые из которых были успешны, некоторые из которых были менее успешны. Пускай даже на этом поприще могли быть какие-то сложности, мы считаем, что любые сложности – это плюс, если они ложатся на правильную почву. Жизнь предпринимателя, особенно технологического предпринимателя в России, сейчас очень не сладкая. И тем ценнее результаты, которых добиваются некоторые предприниматели, им удается развивать компании свои, они находят и в России клиентов, и за рубежом. Роль предпринимателя здесь действительно центральная, потому что за предпринимателя никто не сделает его работу. Делать бизнес на родине вернулась и Виктория Лившиц. Пройдя тернистый путь в Кремниевой долине, она поняла, что строить серьезную фирму с мощным научно-исследовательским центром нужно в России. Именно здесь сосредоточены мощные интеллектуальные ресурсы. Так появилась компания Квестора. На развитие своих проектов Виктория Лившиц и Александр Шишов привлекли венчурные деньги. И Light Engines, и Квестора показались интересными менеджерам венчурного подразделения ВТБ Капитал. И не в последнюю очередь благодаря личностям своих основателей. Те вещи, которые очевидно, что получится, как бы и делают они интересно. В них нету большого value. Value создается, да, когда делается что-то, что никто никогда не сделал для тебя. Есть такое понятие fail fast. Это значит провались побыстрее. Если не получится, ну спасибо за попытку. Серийные стартаперы – это люди, которые привыкли жить одну маленькую жизнь в течение 3-5 лет. Значит, у этой жизни есть начало, и, соответственно, у этой жизни есть конец. Нужно быть готовым, что ты попадешь в ситуацию, при которой нужно будет очень много учиться. Для меня это нормально. Виктория Лившиц и Александр Шишов не боятся рисковать. Могут работать в условиях постоянной неопределенности. Они не просто первопроходцы, как любые предприниматели, которые пытаются найти свою нишу на рынке. Они создают новую среду. И значит, тем, кто придет в инновационный бизнес после них, будет немного легче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!